Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутреннее мое имя Святого Его. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о Таинстве Елеосвящения или Маслособоровне. Многие прихожане спрашивают о необходимости этого Таинства, о смысле его, о его значении, не понимая, что это за Таинство и для чего оно нужно. В народе выдует мнение, что это Таинство, которое необходимо только в болезни. Смысл Таинства настолько глубок, что о нем можно говорить часами. Сегодня хотелось бы хотя бы кратко рассмотреть смысл этого Таинства, которое раскрывается в евангельских чтениях, произносимых в этом Таинстве. Как вы знаете, их семь. Давайте рассмотрим некоторые из них. В первом евангельском чтении Таинства Соборовне Христос, подошедшему к Нему Иудею, рассказывает притчу. Однажды некто пошел из Иерусалима в Иерихон, и по дороге на него напали разбойники. Напав, они избили его жестоко, отняли все, что у него было с собой, и в ранах бросили его умирать тут же, возле дороги. И вот удивительно. Сначала священник, проходя по дороге, посмотрев на него, решив, что он мертв, проходит мимо. Возможно, он побоялся осквернения, возможно, были какие-то другие причины. Следом за ним, некоторое время спустя, шел Левит, который также, посмотрев на него, прошел мимо. В конце дня шел по дороге самарянин. Для исторической справки следует, наверное, упомянуть, что самаряне и иудеи в то время враждовали. И иудеи даже на дороге с самарянами не здоровались. Если иудей шел на какой-то церковный праздник в Иерусалимский храм, и ему нужно было пройти через Самарянскую область, дабы не скверниться, иудеи предпринимали более длинный крюк, занимая еще несколько дней пути, но лишь бы не проходить через Самарянскую область, прохождение через которую считалось осквернением. И вот картина. Иудей, попавший в беду, лежит у дороги в ранах самарянин, который, увидев его, оказывает ему помощь. Возможно, что в другой бы ситуации этот же самый иудей, встретив этого самарянина на дороге, прошел бы мимо, гордо подняв голову, даже не поздоровавшись с ним. И самарянин это прекрасно знал. Но, исполнившись милосердия, он подходит к нему, останавливая, как говорит нам в Священном Писании, весь свой караван. Спускается к нему и оказывает ему в то время первую медицинскую помощь. Промывает его раны вином, смазывает их маслом, а в условиях жаркого, палестинского климата это очень важно. Раны сразу высыхают, трескаются, причиняя еще большую боль, причиняя еще большую травму. И вот, промыв их вином, смазыв их маслом, он перевязывает этого человека, приносит его в свой караван и доезжает с ним до ближайшей гостиницы. Сам за ним всю ночь ухаживает, а с утра, отправляясь в дальнейший путь, хозяину гостиницы дает денег с просьбой, ты, пожалуйста, за этим человеком присмотри, окажи ему необходимую помощь, а я когда буду возвращаться обратно, и если ты издержишь больше, чем я тебе сегодня дал, я тебе отдам, причитающийся. Посмотрите, что произошло. Человек оказал помощь тому, кто его бы презирал, тому, кто, возможно, обидел бы его в другой ситуации. Так вот, Таинство Соборования этим самым евангельским отрывком показывает нам, что мы должны делать. Ведь, по сути, в Таинство Соборования вступая, мы просим у Бога помощи, просим у Бога исцеления своих недугов душевных и телесных. Но что мы даем Богу взамен? Что мы хотя бы можем Ему пообещать? И вот этот евангельский отрывок предлагает нам возможность исправления, возможность общения и милосердия даже к тем, кто нас не любит, к тем, кто нас обижает, к тем, кто, может быть, нам делает плохо. Но если Господь милосердствует к нам, то и мы, в свою очередь, должны милосердно относиться даже к тем, кто к нам относится плохо. Также в этом Таинстве есть другое интересное Евангелие, которое также повествует нам о притче. Это притча о десяти девах и звучит на следующем образом. Однажды десять дев, взяв свои светильники, вышли навстречу жениху. Как повествует нам Евангелие, пять из них были мудрыми девами, пять из них юродивыми, что значит неразумными. И вот вышли они со своими светильниками на встречу жениху в поздний час и стали его ожидать. Здесь нужно, как историческую справку, привести, что в Палестине был обычай совершать праздники, торжества в позднее время, после захода солнца, потому что днем было жарко и радоваться и праздновать было неудобно. И вот все торжества проходили после захода солнца, когда уже начиналась темнота, но и с темнотой прохлада. Женские светильники представляли с собой даже женское украшение. А сосудики для светильников были настолько малы, что их, как украшение, некоторые женщины вешали себе на пальцы. То есть можно было на каждый палец повесить по маленькому сосудику с маслом, из которого можно было добавлять масло в светильник, чтобы продолжительно горел огонь. И вот смотрите, в этой ситуации мудрые девы взяли с собой прозапас на всякий случай этого масла. А юродивые девы посчитали, что того масла, которое горит в светильниках, им будет достаточно. И вот случилось так, что жених задержался. И масло в светильниках кончилось. Светильники стали погасать. Мудрые девы из своих светильничков стали масло добавлять, из своих сосудников светильнички стали масло добавлять, а юродивые забеспокоились, что их светильники погасают. Обратились было к девам мудрые, мол, дайте нам тоже от вашего масла. А тем отвечают, что если мы дадим вам масло, то не хватит ни нам, ни вам. идите и купите у продающих это масло. Вот юродивые девы отправляются покупать и в это время приходит жених. забирает мудрых дев в праздничную залу, а когда приходят юродивые, то уже не находят вместе встречи ни дев мудрых, ни жениха. Бежат, стучатся в двери праздничной залы, но им уже никто не открывает. А жених на их вопрос отвечает им отказом. на первый взгляд притча несколько жестокая. Кажется, что вот девы мудрые грубо поступили со своими подругами, могли бы поделиться маслом, но следует разобраться, что же это за масло такое, и кто такие эти девы. У святых отцов мы можем найти объяснение этой притчи. Так вот, девы это род человеческий. Часть из людей поступает мудро, а часть неразумна. Мудрые люди понимают, что после смерти придется ответить за все свои грехи. А чем мы можем свои грехи заменить? Что мы можем Богу предложить вместо своих грехов? А мы можем Богу предложить свои добрые дела, свои поступки, прощения, незлобивости, помощи. Так вот, эти добрые дела и есть то самое масло, которое горит в светильниках. каждое наше доброе дело перед Богом как зажженный светильник, горит и кричит о себе, оправдывая нас. Так вот, эта притча показывает нам отчасти момент страшного суда, когда мы будем судимы все за свои дела. у кого-то из нас огромное количество грехов, да, наверное, у всех. И нам необходимо в течение всей своей жизни собирать это драгоценное масло, собирать добрые дела, чтобы оправдать потом свои грехи. Так вот, чтобы оправдать свои грехи, наш светильник должен гореть, гореть непрестанно в течение всего суда Божьего. Пока мы будем ждать участи своей, пока мы будем ждать встречи с Богом, наш светильник должен гореть. И вот, если ему суждено будет погаснуть, если погаснет этот светильник, а суд еще не будет окончен, значит, добрых дел-то у нас мало, значит, мы не совершили столько дел, чтобы перекрыть свои грехи. И вот, в сравнительной степени мудрые люди совершают добрых дел с избытком, с запасом, а глупые люди, неразумные, или, как говорит Евангелие, юродивые, считают, что вот этих дел, которые я совершил на сегодняшний день, достаточно, достаточно, чтобы оправдать всю мою жизнь, и, успокаиваясь на этом, продолжают грешить. Так вот, вернемся к притче, что произошло. У юродивых дев закончилось масло в светильниках, а мудрые спокойно долили из того масла, которое было приготовлено про запас. То же самое произойдет с нами перед лицом Божиим, на его суде. если у нас не будет тех дел, которые мы сотворили с избытком, то нам нечем будет покрыть свои грехи. Так вот, получается, что всю свою жизнь мы должны стараться скопить как можно больше этих самых добрых дел. Таинство Соборовне необходимо каждому человеку. Необходимо прибегать к этому Таинству регулярно в течение всех дней своей жизни, особенно когда мы заболеваем. Ведь апостол Иаков говорит, если заболеет ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церковного, да помажет его елеем и молитва веры спасет болящего. Вот это указание апостола Иакова, указание на совершение Таинства Собора. В этом Таинстве мы просим Бога прощения и обещаем Богу исправиться. Так вот, хочу всем пожелать желания этого исправления, потому что желание исправления дает нам возможность спасения. До свидания. Павел Славьи, Душа моя Господа, И вся внутреннее мое имя святое Бог.